Доброе утро, уважаемые телезрители! 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 Потому что там преподают в основном практики. Мы обучаем не только теории, есть теоретический какой-то определенный материал, а и больше всего, конечно, практический. Почему? Потому что, будучи практиками, они все рассказывают либо из своего опыта, либо из чужого. Обучение длится шесть месяцев? Да, вот первая ласточка длилась шесть месяцев, сейчас мы тоже вот начинаем думать, может быть, как бы сократить его, то есть сделать чуть поменьше, сделать, может быть, три-четыре месяца, а остальные месяца это, так скажем, кауч. То есть именно помогать ему в открытии бизнеса. Потому что вот с первой ласточкой у нас получилось как? Получается тот, кто получает приз денежный, тот и получает, еще мы его полгода ведем. То есть полгода мы помогаем по бухгалтерии, по юридическим моментам, по менеджменту. И через полгода, когда мы уже видим, что он все готов, уже отправляем его в свободный полет. А здесь, скорее всего, мы будем, вот вторая ласточка, скорее всего, мы будем вот три-четыре месяца, а потом уже будем отправлять полет и следить за ним и за всеми. Что изучают в вашей академии в основном? Я понимаю, это и психология, и менеджмент? Да. Ну, практически все те навыки, которые помогут. Почему психология? Потому что довольно-таки тяжело вести предпринимательство, с одной стороны бизнес, да, с другой стороны очень легко. Но бывают такие моменты, когда человек попадает в какую-то, скажем, депрессняк, эйфорию, да, там, чтобы они не то, чтобы не попадали, а чтобы знали, что это нормально. Ага. Там мы обучаем психологии, конечно же, обучаем маркетингу, менеджменту, как управлять персоналом, да, например, как вести бухгалтерский учет, финансовый анализ. То есть, этому всему, эти все навыки, они нужны будут предпринимателю в дальнейшем, в дальнейшем пути его. Дорин, ну скажи, пожалуйста, давно ты стал предпринимателем? Как успешно у тебя обстоят дела в твоем деле? Нет, не так давно. Честно говоря, можно сказать, я же, наверное, всегда помогал во всем этом, с самого начала. Просто ходил к нему на курсы английского, и хорошо знал его. И в один день я пришел, говорю, вот, я хочу попробовать, давайте, помогите, наведите. Правда, у меня тогда денег не было на его курсы, и он просто мне советами давал. Ну, потихоньку так началось, я начал заниматься цветами, и сейчас довольно-таки неплохо это у меня идет. Успешно. Да. Есть планы на развитие дальнейшего своего бизнеса, на расширение? Конкретно цветочные, я хочу полностью обосноваться на западном регионе, это я и мои друзья. А дальше уже я хочу выбрать другие ниши, которые можно, ну скажем так, где больше денег. Почему ты выбрал именно цветы и распространение их? Не знаю, наверное, потому что девушки часто потом дарил. А вот вы сказали, что изначально не хватало денег, то есть услуги ваши довольно приличные стоят? Нет, просто я студент. А вы уже окончили вуз? Колледж, вот только недавно. Колледж. А специальность, если нефтяник? Нефтяник. Нефтяник. Ну вот, разнопрофильные у нас все-таки люди. Я вот, мы знаем много примеров, когда гениальная идея сделала из простых людей, ну просто миллиардеров. Это Марк Цукерберг, основатель Facebook, и Павел Дуров, основатель ВКонтакте. В бизнесе главная идея? В бизнесе главное, наверное, действие, скорее всего. Почему? Потому что, ну, Таврин немножко лукавит, он уже пришел, в принципе, со своей уже бизнес-идеей, он уже этим пробовал заниматься, но уже пришел потухший, говорит, я хочу другой бизнес, я вот хочу бизнес открыть, вот помогать людям. В принципе, как бы, он этим занимался. Единственное, что я сделал, я дал направление. То есть, по увеличению продаж, по так, как нужно подходить к бизнесу. Я помню первую встречу, это было два с половиной часа беседы. Два с половиной часа беседы, я сказал, вот такие, такие, какие-то действия сделаешь, вперед и спейся, потом отзвонишься, придешь. И меня очень обрадовало, когда он позвонил через 10 дней, говорит, блин, говорит, Ежанара, говорит, спасибо, говорит, я понял, что это мое, говорит, этот бизнес, да, и что вот, ну, за эти 10 дней я поднял числами 60 тысяч. Я такой, молодец, красавчик. То есть, ну, реально, так скажем, многие бизнесмены, предприниматели говорят, что нет такого бизнеса, который не приносит денег. Есть просто предприниматель, который не может получить эти деньги. Поэтому, скорее всего, действие. Действие и не боязнь. Были ли у вас случаи, когда ваши студенты приходили к вам с какой-нибудь, ну, сумасшедшей просто идеей, но очень интересной? Как вы реагировали на это, направляли, помогали реализовать или еще как-то? А знаете, вот, вообще, ну, наверное, скорее всего, это наши, так скажем, да, наши ментальные, что ли. Мы жили, вот, в Казахстане люди щедрые, да, открытые. То есть, мы очень такой гостеприимный народ. Если встречаем гостя, то с размахом. Соответственно, и хотим открыть бизнес с размахом. То есть, приходят, например, люди и говорят, я, Жанин, говорит, напиши бизнес-план. Я говорю, да, хорошо, а какую сумму? А какую сумму проекта? Он говорит, да не знаю, говорит, главное побольше взять денег. Я говорю, а в чем заключается проект? Говорит, ну, лучше вначале, говорит, деньги возьмем, а потом, как бы, придумаем, куда их потратить, да. То есть, хотят, вот, широко все это взять и, как бы, запустить проект. На самом деле, это не очень правильный подход. Тем более, для начинающего предпринимателя. Лучше брать, делать маленькую модель бизнеса, смотреть на его подводное течение, на подводные камни, и потом уже наращивать. то есть, соответственно, как бы, вот Доврин сказал, что я этот бизнес поставлю в систему, он уже, уже потихоньку, у него уже там система, даже ему там не нужно работать, ставить систему, а потом уже, когда, понимаете, дело в том, что, когда у тебя есть тысячи долларов, да, для тебя уже тысячи долларов, это неинтересно, тебе хочется зарабатывать больше, две тысячи долларов. Когда ты зарабатываешь две тысячи долларов, для тебя и это уже неинтересно. Тебе охота, там, пятьсот, да, тысячи деньги хотя бы. Когда пятьсот зарабатываешь, следующая планка у тебя миллион. Вот. Соответственно, когда ты уже зарабатываешь определенно, доходишь до определенной планки, ты уже смотришь на что-нибудь другое. То есть, более, так скажем, какую-то другую, ну, собираешься делать дифферсификацию, так скажем. То есть, открыть какой-то другой бизнес добавочный, заняться этим. Потом, когда уже ты там будешь достигать до трех миллионов, так скажем, да, тебе уже будет неинтересно, поставишь управляющего и уйдешь еще куда-то дальше. Государство поддерживает бизнесменов, в том числе молодых предпринимателей? Честно сказать, да, конечно, поддерживает. Сейчас, наверное, многие будут чертыхаться, но если брать по сравнению с другими государствами, то поддерживает. Почему? Потому что сейчас очень много программ, это дорожная карта бизнеса, программа занятости 2020, под 7%, под 6,5% дают кредиты. Даже сейчас, насколько мне память не изменяет, по-моему, фонд финансовой поддержки сельскому хозяйству работает даже через Исламский банк. То есть, ну, очень много моментов. Дальше вот, сегодня у меня вот тренинги, тоже заказчик это фонд Дому, бесплатное обучение, экспресс-бизнес-образование двухдневное, тоже бесплатно для предпринимателей. Поэтому я считаю, что все-таки государство поддерживает. Почему? Потому что, когда мы начинали, у нас такого не было. Вот. И также, например, фонд Дому может субсидировать, да, например, вашу процентную ставку, может выступить гарантами, если не хватает залога. Поэтому сейчас помощь от государства есть. В общем, есть помощь. Есть, да. Ну что ж, Ержан, спасибо вам за интересную беседу, за то, что вы пришли к нам сегодня. Напомню, что у нас сегодня в гостях был Ержан Нургалиев, руководитель проекта «Академия бизнеса», а также директор консалтинговой компании «Бизнес-навигатор», а также Иса Галиев Даурен, предприниматель. Ну что ж, мы вам желаем, конечно же, успехов в вашем бизнесе, в наращивании своего бизнеса. До новых встреч. Ждем вас вновь в нашей студии. Спасибо. Ну, дорогие друзья, не переключайтесь. Сразу после рекламы мы вновь вернемся в студию.